Всем привет! С вами Тормот и сегодня мы продолжаем играть замечательную игрушку City Skyline. За кадром я поставил нам вот такой вот колизей в городе и вокруг него сделал одностороннее движение, то есть такая кольцевая дорога. И сегодня в сегодняшней серии мне бы хотелось заняться общественным транспортом и конечно же нужно продолжать улучшать наш центр города. Мы с вами поставили не все что я запланировал, у нас очень много еще дополнительных зданий есть и наверное мы с вами сегодня их попробуем поставить. Так, денег да у нас достаточно, я думаю, вот кстати вот оно дополнение, 4 новых стадиона, вот этот у нас был по бесплатному дополнению и вот еще несколько стадионов. Кстати мы сегодня стадион тоже наверное поставим, вот такие вот они огромные и очень шумные. Так, ну давайте начнем, вот он колизей, кстати у колизея есть какой-то глюк, я не знаю, вот если вы увидите его издалека, он такой разрушенный, а вот когда ближе подходитесь он нормально, хотя дальность видимости у меня максимальная стоит. А, и еще я вам хотел показать вот такую вот интересную модификацию, как можно Голливуд себе выстраивать. Вот такой вот я поставил Тормот Сити, модификация очень простая, вот так вот она выглядит, сейчас если я ее найду, вот тут. Не тут, а вот, нашел в парках и площадях, вот они разные буковки, здесь весь алфавит, поэтому можете писать все что угодно. Единственное, запомните, что эти буковки не передвигаются, потому что вы их ставите и все, их можно только снести, передвинуть их нельзя. Ну, родину мать зовет, я ее, я же ее вроде бы поворачивал, блин, ух, горе-то мое, луковое. Давайте мы тебя... Я не понял, вот это что, мостом она получилась? Да. Мост нам не нужен, ни в коем случае мост нам не нужен. Вот так вот. И, конечно же, повернуть тебя. Вот, вот теперь она смотрит на нас в город. Вот теперь все правильно. Кажись. Вот, да. Ну, понятно, город у нас растет, ресурсы она ест, и дальность видимости ухудшается. О, мероприятие закончилось. Да, у нас так и стоит эта модификация. Ну, так как это не мое мероприятие, поэтому здесь нету результатов. Если бы это было мое мероприятие, здесь были бы результаты этого мероприятия. Сколько там собралось-то на прошлой неделе? Ну, не показывает он. Но правительство. Ладно, не будем отвлекаться. Строим. Нет-то. Ну, хотя, почему нет? Можно его где-нибудь тут или... А вот, кстати, здесь, если мы его поставим... Так, Ctrl-A. Давайте мы его действительно здесь поставим. Вот. Ну, и сейчас отсюда вот домики посъезжают. Да, вот, уже начинают съезжать. И потом мы здесь наведем благоустройство. Дальше. Ты кто такой? А, это храм Христа Спасителя. Не, не хочу его ставить. Так, дальше. Зоопарк. Будет у нас в городе зоопарк. Сейчас, скажем, где бы его сюда подальше поставил бы. Вот тут. Хотя нет. Нам это место понадобится для того, чтобы сделать прямую в следующий район. А вот, кстати, интересное здание. Такое уже из ночной жизни. Ну, не то, что ночной жизни. Такое вот. Клуб. Куда бы тебе поставить-то? Клуб. Ладно, где самое большое здание, которое я все хотел поставить, но оно у меня все время не помещалось. Я для него освободил специальное место. О, кстати, еще какой-то дворец. Где ты, родненький? Вот. Вот сюда. Так, потом вот тебя мы ставим вот на этот угол. Так, там у нас поликлиника, да? Вижу. Ну, вот, кстати, здесь неплохо встает. Около центра города. И еще что-нибудь. Так, ну, вот эти самые большие мы точно не здесь будем ставить. Так, так. Пытаюсь все поставить поближе к друг дружке для того, чтобы можно было... Людям потом было легко добраться. Вот так. Здесь, кстати, вот у нас не вплотную сделано, и поэтому не очень хорошо. Так, остальное, наверное, оставим для развлекательного комплекса. Вот эти всякие, да, кинотеатр чудес. А, вот этот еще у нас... Нет. Где-то был особняк. Я помню, был еще такой красивый особняк. Давайте с самого начала посмотрим. Этот я поставил. Это есть, есть, это не надо. Так, так. Ну, башня транспорта точно не сюда. Вот это все тоже пойдет не сюда. Вот он, по-моему. Капитолий. Да, наверное, это все-таки он. Это у нас центральная библиотека. Ладно, что же тогда делать? Давайте посмотрим, что у нас тут получилось. О, уже ночь. Вот какой. Сейчас мы его еще лучше осветим. Люблю добавлять освещение. Так, блу. Нет, давайте все-таки что-нибудь. White. Ох, беленького. Вот. А, это я не на ту сторону направил. Ну, не очень получилось, как я хотел. Здесь света больше не надо. Здесь тоже света больше не надо. Здесь можно добавить вот так вот прожектора. Эх. И здесь давайте тоже сделаем. Отключаю сетку, чтобы... Ладно, вот такой вот город. Где наше вот это большое здание? Ух. Как-то оно не совсем вписывается в наш город. Ну, и уже... Ночь закончилась, и что-то... Какая-то арена. Что-то как-то она мне не перельщает. Хе-хе-хе. Поставила теперь, жалуюсь, да? Так, здесь вот с парком вообще изумительно получилось. О, а тебе нужно еще фонариков поставить. Вот с тобой придется поработать. Ну, ладно, сейчас не особо уже видно. Потому что закончился... Закончилась ночь. Ничего не совсем закончилось. О, кстати, как красиво выглядит наш Колизей. Ладно, надо включить день. Не совсем то, что я хотел. Ладно, нормально. И надо продолжать строить город. Смотрите, сколько у нас денег всего осталось. Поэтому просто продолжаем строить город. Я хотел общественный транспорт сегодня немножечко помучить. Давайте-ка этим и займемся. Выбираем трамвайные... Давайте, вот тут они даже будут быстрее найдены. И улучшаем дорогу с трамвайными путями. Блин, вот... Заря тянул. Ладно. Ладно, бывает такое. Бывает немножечко... Увлечешься и... Что-то пойдет не так. Вот, трамвай. И сюда вниз. Не, не надо трамвай сюда вниз. Сюда обычной дороги хватит. О! Теперь сюда мы будем с вами вести трамвай. Я думаю, что да. Интересно... Самое... Самое интересное это будет... Смогу ли я сделать пересечение ЖД трамвая. И вот это. Давайте попробуем. Посмотрим, как оно будет выглядеть. Значит, здесь... Здесь... Ладно. Место уже занято. Трамвайные пути не могут пересекать железнодорожные. Вот. Вот как раз. И даже то, что я контрол ажму... Никак не помогает. Ладно. Давайте пока что поведу в эту сторону. Ничего страшного. Так. И... Ух. Ладно. Здесь надо просто сделать кольцо. Так. Так. Немножечко перестарался. Здесь... Да. Двухстороннее. Вот так вот. Мы делаем здесь кольцо. Отсюда вам. Будет он идти в эту сторону. Через мост. Наверх. Здесь. Здесь. И... Нужно где-то сделать еще кольцо. Кстати, вот эти парки, они как-то исчезают. Тоже сделано... То ли памяти не хватает, то ли еще что-то. Но я вроде не переутествовал. У меня получается, что по объектам 5 гигов занято. У меня 8 гигов оперативки. Плюс сама игра в общей сложности получается где-то 6 всего занято. Нет. Ну там 6 с половиной, но не больше 7 всегда. Давайте здесь сделаем тогда разворотик. Сейчас мы удлиним данную дорожку. Вот так вот. И... Блин, как здесь все это без сетки неудобно будет проводить. Да. Оставлять желать лучшего моя идея. Так. Значит, надо... Отключить привязку. Наверное, даже нету. Ctrl S. Вот так вот мы сейчас сделаем. И где у нас здесь теперь перекресток? Здесь я вижу. Вот это квадратик ни в какую не хочешь, да? Ой. Да. Ctrl S придется делать. Иначе это вообще не хочет соединяться. Оно ложится поверх. То есть я сейчас вот этот сегмент уберу. Мне нужно из него сделать... Ну что ж ты будешь делать-то? Вот. Вот. Есть. Вот он наш кружок. Теперь. Вот так. Кто не понял, что это такое, не забивайте себе голову. Сейчас все станет понятно. Не улучшать, а провести. Нет. Все-таки здесь слишком остро получается. Ладно. Давайте тогда мы... Здесь тогда пускай оно и будет так. Нет. Вот как раз здесь он и не хочет. Блин. Почему Ctrl S не работает? Ладно. Кто уже устал, перематывайте. Я буду пытаться домучить эту штучку. Я хочу, чтобы все было красиво. Не люблю, когда... Я как... Ну... Нужно стараться, чтобы все стало красиво и хорошо. Возвращаемся к нашим. Где у нас? Вот так вот. Ну да, это сейчас будет угадание. Ну да, это сейчас будет угадание. 3, 3. Так. Предположим, здесь... Здесь... Это мы сделали. Теперь... Обычная 4-х полоска. Вот. Вот. Это уже лучше. Здесь мы берем... Вот. Замечательно. То, что надо. То есть, у нас здесь есть и круг, и проезд. Вот. У меня получилось приблизительно то, что я хотел. Я хотел, чтобы была прямая дорога с нормальным проездом и круг. Вот. Чтобы можно было разворачиваться и сюда дальше, если что, сделать так же линию. Вот. Его даже можно было сделать поменьше, но раз уж он с такими лопухами получился, то пускай будет. Конечно, я бы поэкспериментировал бы провести вот тут. Хе-хе-хе-хе. Ну и опять, если я начну экспериментировать... Вы начнете мотать, говорить, что слишком много хренью страдаю. Так. Где у нас наши трамвайчики? Нам нужно поставить трамвайное депо. И давайте думать о размещении трамвайного депо. Первоначально я думал его сюда поставить, но говорю, это место у нас будет... Уже запланировано. Здесь будут у нас всякие проезды в тот район подземный. Вот с этого... С этого моста. По крайней мере, мне хотелось бы, чтобы было именно так. А почему бы не использовать эту сторону? Кстати, это очень неплохой вариант. Также мы можем с вами использовать и... Вот, например, вот это место. Конечно, здесь шума много вокруг будет. Раз, два, три. Ладно, я решился. Убираем парк. Точнее, нет, мы его не убираем, мы его перемещаем. Ну уж, недовольные. Мэр сказал, значит, так надо. Не обессудьте. Теперь мы берем наши трамвайные пути и проводим их. Вот. Давайте вот так. Так. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Блин. А, ладно, нормально. Как раз будет лучше выглядеть. Здесь делаем 10. И дальше мы делаем... Тоже 10. Вот. Ну, слушайте. Очень неплохо получилось. Теперь нужно плавное закругление сделать. Я сказал, плавное. И провести здесь прямую. Вот. Что-то я... Конечно, все хорошо. Рабочие у нас сюда пройдут. А как у нас сюда будут попадать люди, которые приедут сюда работать? Ладно, давайте переделаем. Ну, просто улучшим эту дорогу, чтобы это была настоящая дорога. Вот. Ну, ладно тебе. Склон слишком крутой. Вот. Здесь и дорога, и трамвайные пути. Все. Теперь и сюда смогут проезжать. И ставим. Травайное депо. Та-да-да-дам. Вот. Таким вот образом. Я понял тебя. Выключить Ctrl-A. И поставить нормально. Все, проводим сюда воду. Кстати, что у нас тут по шуму? Покажите мне шум, который она издает. Слушайте, она немало шума издает. Плюс здесь шоссе. Вот с этими домиками придется что-то делать. Ладно, вода. Вода. Да. Подводим воду. Вот так вот. И давайте сразу же вот эти кусочки тоже займем. Дальше. Быстренько переделываем вот эти в коммерческие. И низкой плотности мы сделаем, наверное, здесь. Вот. Если что, сюда люди пускай ходят. А, ну тут много есть, кстати, низкой плотности. Вот этот весь ряд низкой плотности. И вот тут, кстати, тоже можно сделать низкой плотности. Ну, у нас потребностей в коммерции пока что нету. Поэтому все хорошо. Давайте назначать. У нас еще один аспект, который меня волнует. У нас в сторону автобусного депо не ходят трамваи. Вот это, кстати, немножко плохо. Хотелось бы, чтобы... А почему бы нет? Давайте мы сделаем маршрут, который бы ехал как раз до трамвайных линий. Но вначале проведем наш сам трамвайный маршрут. Раз уж мы с вами трамвайками сегодня занимаемся, давайте смотреть. Ну, что ж. Ну, сюда вряд ли кто-либо поедет. Давайте начнем с первой остановочки. Здесь нельзя. Перед перекрестком получается вот только здесь. Все равно он развернуться здесь на перекрестке не сможет. Поэтому мы начинаем отсюда вам. И... Блин, совершенно бестолковая остановка. Давайте уж лучше тогда отсюда вам начнем. Вот тут мы с вами хотели... Помните, я вам говорил, что здесь трамвайные остановочки у нас будут? Здесь мы проехали. Забрали народ. Здесь тоже перед перекрестком. Забрали народ. Так, и... Вот тут перед перекрестком тоже забрали народ. Дальше у нас ничего не сделано, поэтому делаем разворот. Ну, давайте там у самого конца тоже сделаем остановку. Она, конечно, будет сейчас совершенно пустая. И... В обратную сторону смотрим, где у нас... Делаем вот здесь, перед перекрестком. Хотя здесь, наверное, я не так сделаю. Так, отменить эту остановку. Давайте мы ее здесь же поставим. Хоть я немножечко неправильно делаю. Но вы увидите, зачем я это делаю. Ладно. Придется друг напротив друж... Друг... Напротив... Друг друга делать. Не совсем то, что бы мне хотелось. Может вообще вот от этих... Остановок отказаться. Ладно. Пока что все оставляю как есть. Так, здесь... Ну, и здесь не обязательно с этой стороны. Мы можем завязать ее сразу же на эту станцию, остановку. Ну, и давайте смотреть, что у нас получается. 20, 44... Ну, и сейчас... И сколько у нас трамвайей? 1, 2, 3, 4... Ну, короче, 6. 6 трамваев он запустит сейчас. Они через равные промежутки времени выйдут. Ну... Трамваи... По 90 человек вмещают. Это этот. А вот этот... 110... И этот 80... И этот 80... Нормально. Тут у нас 80... Ну, вот они начинают забирать. А вот, кстати, наш первый трамвайчик. Текущая неделя. О, смотрите, какой... Какие тут домики. А вот двухэтажный наш автобус поехал. Вот, мы приехали в парк. И, конечно же, в парке здесь народу много. Так, мне вот интересно здесь. Да, смотрите, чуть-чуть, но выходит. Ну, мы... Но мы хотели дальше заняться всякими маршрутами. Теперь берем автобусные маршруты. Нам нужны... Вот так вот. И начинаем от нашего депо. Автобусное. Так. Покажите мне. Этот маршрут у нас идет так, так. И потом вот по большому кругу здесь. Все хорошо, только... Только это совершенно бесполезный круг у нас. Начнем. Ладно. Выезжаем мы... Ну, давайте с первого отсюда. И... Пойдем. Там у нас первая остановка. Здесь будет... Или вот здесь. Мы как раз специально сделали вторая. Третья остановка. Дальше. Здесь третья остановка. Четвертая остановка. Вот не хочу делать в одну, потому что они будут создавать очередь. Я этого очень не люблю. Я раньше делал то, чтобы в одном месте все соединялись, но скапливается очередь из автобусов. И это не очень хорошо. Так. Здесь тоже. Блин, а смысл того, что я делаю в одно и то же направление. Давайте мы, наверное, даже его не так сделаем. Мы поведем его через верхнее. То есть, вот тут после поворота здесь мы сделаем еще одну остановочку. Из того района, вот в этот район. Даже, наверное, вот здесь. Да. Вот тут остановочка у нас будет. И теперь мы с вами возвращаемся. Опять же будет сюда. Сюда. Ну и все, да. И депо. Вот такая вот у нас будет линия. Ладно, переименовать ее не будем. Народ особо сильно туда не идет. Но у нас еще не особо запущено. Цвет линии. Какой бы выбрать. Может красную линию сделать. Их. Красная-то красная, только ее почти не видно. Ладно. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, автобус. Как-то странно он все это делает. Я не могу красную линию сделать. Ну ладно, пускай уж тогда так будет. И черную не могу сделать линию. Хотя раньше все это было возможно. А, пускай будет белая. Так, это что такое у нас? Это я что-то нажал. Да. Здесь не будет нового маршрута. Так. Смотрим. С этим маршрутом все ясно. Теперь нам нужен маршрут в эту сторону. Конечно, в промышленную зону. И чтоб сюда ездил. Так, так, так. Хорошо. Следующее. Делаю пока что маршруты через один. Чтобы они не пересекались. Вот, начнем мы вот отсюда вам. Потом поедем в эту сторону. Проезжаем центральную часть. Здесь, конечно же, нужно сделать остановочку. Здесь остановку. Или его по кругу провести. Не, ну так это как-то совсем будет. Давайте вот тут остановку сделаем. И дальше пойдем по набережной. Вот здесь. Здесь. И пойдем в обратную сторону. Наверное, уже. Так. Так. Ну, здесь друг напротив друга. Не люблю я такие ставить. Друг напротив друга. Вот сюда. А зачем мы сюда ехать? А если что, здесь выйдут. Давайте тогда тут. И вот так. Есть. Еще одна. Линия запущена. Давайте мы ее осмотрим. Что у нас получается. Так. Ух. Да, как-то с цветами. Какая-то беда. У меня стоит два мода на изменение цвета линии. Видимо, один из них перестал нормально работать. Потому что раньше все было хорошо. Так, что у нас тут с остановками. Так, сейчас. Это вот эта остановка. Предыдущая остановка. Обновить остановки. Статус распределения для всех остановок на этой станции позиции. Ладно, возвращаемся к линии. Нет, ну слушайте, нормально. Я думаю, начинают люди пользоваться. Еще два автобуса не вышли. Вот они у нас большие автобусы. Помните, поместимых 150 человек. Это двухэтажный. Так, и мне кажется, что эта дорога у нас сейчас будет нагружаться очень сильно. Тут люди гуляют около пожарной станции. И вот они поехали. Ух. Как я понимаю, это отсюда. Хе-хе-хе. Ой. Как у нас хорошо пользуются-то. Пассажирские. Как-то он, вы видели, он сюда не поместился, и поэтому так немножко сжался. Пассажиров 300. Ой, он очень хорошо работает. А давайте посмотрим по бюджету, приносит ли у нас он денег. Ну, расходы, как всегда, больше, чем доходы. Расходы, расходы у нас на ЖД 3000, а доходы у нас на ЖД 1000. Ну, этого и следовало ожидать. Автобусы 2700 доходы, а расходы 2900. Ну, это все еще может выровняться. Мы их только с вами запустили. Так, давайте опять включаем день. День, значит день. Ух. Ладно, давайте посмотрим, как у нас там со временем получается. 43 минуты, и, наверное, давайте заканчивать эту серию. Всем спасибо, что смотрели. Обязательно ставьте лайки. А то, честно сказать, смотрю в последнее время многие... Из 50 просмотров, 13 лайков. Ну, видимо, так оно и должно быть. Ладно, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok